Орнаменты Здравствуйте, меня зовут Василия Саяна, я учитель 7 класса. Тема моей сельской работы – использование орнаментов в традиционной верхней одежде оленевских эвенков. Орнаменты – это богатейшее достояние и коллективное творчество народа. Созданные трудом поколения, северные орнаменты представляют собой огромную ценность, как один из источников искусства и как частицы истории, создавшего их народа, и поэтому их изучение и возрождение всегда имеет актуальное значение. Цель моей сельской работы – изучить историю возникновения орнаментов в Оленьке и изучить виды и значения орнаментов, которые используют оленевские мастерицы в традиционной верхней одежде. Для того, чтобы достичь свои цели и решить поставленные задачи, я изучила литературу об орнаментах, посетила оленевский историко-этнографический музей Севера, чтобы узнать историю возникновения и использования орнаментов в Оленьке, собрала информацию известных мастериц района и провела анкетирование, чтобы выявить, какие чаще всего орнаменты они используют в своих изделиях. В результате сельской работы я сделала следующие выводы. Издавна основным материалом для шития традиционной одежды оленков является шкура оленя и ровдуга. В древности оленевские оленки свои изделия украшали подшейным волосом оленя. Писы для орнаментации традиционной одежды. Они стали использоваться в 18-19 веках и сперва их использовали для украшения тетла оленей и для оберега детей. В результате анкетирования известных мастериц района я узнала, что в основном при украшении изделий из ровники мастерицы используют ручную бисерную вышивку. Чаще всего в изделиях используется образ северного оленя, волосовой орнамент, означающий предложение рода, кружочки в форме солнца, символ тепла и счастья, Крученый узор в сорву днях означает достаток и богатство. В виде елочки, тангалай и вышитый силуэт лапки священной птицы Гагаря, который считается символом любви и семейной верности. Основными цветами бисерной вышивки оленейских мастериц являются белый, черный и синий. Большого совершенства оленкиские мастерицы достигли в искусстве меховой мозаики, где из кусочков белого и черного камуса мастерицы составляют узоры на зимних меховых одеждах. Часто встречающиеся узоры в меховых одеждах – это голова и рога оленя, узор счастья, узор церла, крыло, треугольники у роса и шахматы. Собирая информацию и изучая орнаменты на изделиях мастериц, я пришла к выводу, что мастерицы старшего поколения стараются придерживаться традиционных методов шитья, а молодые начинающие мастера вносят в свои изделия современную стилистику, что-то свое, используют различные материалы, декоративную тесьму, стеклярус и страза. В заключении хочу сказать, что была проведена большая работа. Собраны интересные источники, факты об орнаментах эвенков, проживающих в Больненском районе. Из проделанной работы можно сделать выводы о том, что наши мастерицы сумеют сохранить художественное богатейшее наследие, которое требует дальнейшего глубокого изучения, бережного отношения и сохранения. И нам, молодым, важно сохранить традиции и обуча нашего народа и перенять богатейший опыт орнаментации традиционной одежды эвенков. Спасибо за внимание!